Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, что пришли на доклад. Меня зовут Костя, я занимаюсь разработкой баз данных, движков баз данных на языке C++. Хочу представить вашему вниманию Владимира. Владимир занимается повышением производительности и надежности enterprise систем. И делает это достаточно давно, с 2006 года. Также он участвует в программном комитете конференций, таких как G-Point, Joker, правильно? Все верно. Привет, друзья. Владимир помогает подбирать доклады, помогает участникам готовиться к выступлениям, а также с самого времена времени выступает на конференциях. Сегодня Владимир расскажет нам про B3 индексы в базах данных на примере SQLite и Postgres. Безусловно. Я очень люблю рассказывать. Я не настоящий сварщик. Я не занимаюсь разработкой Postgres, но рассказывать очень люблю. Поэтому? Прежде чем передать тебе слово, парочка организационных моментов. Первое. Ребят, оцените в конце докладики. Это нам очень сильно поможет. Второе. Все вопросики, наверное, после доклада для зрителей, которые офлайн. У нас есть QR-код. Добавляйтесь в наш чатик и пишите вопросики туда, чтобы их не потерять. Для зрителей, которые онлайн, мы ваши вопросики и так все увидим. Так что с моей стороны передаю слово. Желаю удачи. Спасибо. Давайте начинать. Я по совместительству в свободное время занимаюсь доработкой, поддержкой некоторых open-source инструментов. Если вы их увидите на звание, то не стесняйтесь обращаться. Возможно, я вам помогу. Например, вы делаете вдруг нагрузочное тестирование на G-метре, и по этому вопросу можно ко мне обратиться. Не по проведению, а по багам, фичам и всему такому. Итак, давайте начинать наш доклад. И первый вопрос будет звучать так. Зачем вообще, при чем тут Postgres на конференции CPP Russia? Внимание, вопрос. У кого на проекте нет базы данных вообще? Вот у кого нет базы данных? Поднимите право с руки. Так, нет таких. Это хорошо. Базу данных невозможно избежать. Она есть в любом случае. Возможно, вы ее не так сильно касаетесь, но у вас либо Postgres, либо MySQL, либо SQLite, что-нибудь такое есть. Возможно, вы это пишете, возможно, вы это дорабатываете, возможно, вы туда запросы пишете, и доклад ориентирован на правильное написание запросов, на правильное понимание того, как базы внутри устроены. Почему? Потому что B3-индексы — это прямо основа основ во всех базах данных. Они есть. Они индексы по умолчанию. Если вы просто создали индекс, ничего другого не сказали, поздравляю, у вас B3. Но, возможно, у вас какая-то другая база данных, и вы тогда приходите в дисконтную зону, там обсудим. Не совсем в тему доклада будет. Итак, мы поговорим про алгоритмы, про то, как оно работает. Мы поговорим про то, как это применяется в запросах. И мы поговорим о том, каким образом колонки или несколько колонок влияют на запросы в наших базах данных. Итак, зачем же нужны индексы? И, разумеется, для чего они нужны? Они нужны для быстрой выборки, чтобы данные выбирать. Итак, например, что значит мы выбираем? Мы пишем запрос и говорим, база данных, дай, пожалуйста, где первичный ключ, а может и нет, кстати. Не факт, что ID это первичный ключ. Равен чему-то там. База данных, дай, пожалуйста, по нескольким критериям нам ответ. Нет базы данных ответ. Или мы хотим искать по диапазону данных. Или мы хотим искать по ограниченному диапазону данных. Или мы хотим сортировать. Или мы хотим, чтобы целостность данных... Или мы хотим выбирать несколько записей лидирующих. Или мы хотим следить за целостностью данных. Зачастую для того, чтобы база данных эффективно поддерживала целостность данных, индексы помогают. Все эти примеры можно почитать на самых разных сайтах. Вот такое я рекомендую. Наверняка у вас что-то может еще родиться после того, как вы почитаете эти сайты. Но прежде чем использовать индексы, прежде чем что-то с ними делать, нужно понять ради чего, зачем. И тут есть варианты. Например, мы оптимизируем выборку данных. Это, возможно, самый типичный случай. И, возможно, нужно определиться, вообще у вас данные меняются или не меняются. Меняются большими пачками или маленькими пачками, потому что в разных случаях оптимизации будут разные. И давайте говорить про изменение данных мелкими пачками. Возможно, по записи. Вот про такую ситуацию. Когда мы данные по чуть-чуть меняем, мы их потом выбираем. И вот, соответственно, либо мы оптимизируем чтение, либо мы оптимизируем модификацию данных. Это что значит? Индексы просто удаляем. И все, без индекса будет быстрее, если мы их не будем обновлять. И, возможно, у нас нужно оптимизировать и то, и другое вместе. То есть есть сложная система, у нее много сценариев на вход, и нужно понять, кому больнее должно остаться. То есть мы кому-то делаем полегче, но кто-то хромает. Итак, какие у нас требования на индекс? Вообще говоря, B3 индексы изобрели в 1970-х годах. Там целое семейство алгоритмов. И самая первая статья в 1970-м году, в 1970-м. Речь шла про поиск эффективный на флопе-дисководе или на чем-то на ленте. И там какие-то дикие операции в секунду. Типа одна операция занимала пару миллисекунд. И надо было оптимизировать их. Но ради чего? Ради того, чтобы... Какой индекс должен быть? Вот он просто индекс. То есть разработчик не должен задумываться. Индекс у нас сложно-геометрический, гипер-геометрический или мультимодальный. Кто хоть какой-нибудь тип знает? Кто знает, что это не индексы? Так, так, люди, люди. Так, нет, ну хорошо. Значит, когда создаем индексы, они должны быть... Вот мы просто создали, и все, он должен работать. Что значит просто работать? Он должен всегда быть оптимальный. То есть вот он должен всегда быть хороший. А что значит оптимальный? Это значит, что он должен эффективно работать на большом объеме данных. Очень большие данные должны поддерживаться. Очень маленькие данные тоже должны поддерживаться. Хорошо должны поддерживаться. И индекс должен поддерживать многопользовательский доступ. То есть, как правило, базой данных пользуется несколько программ одновременно. Они могут вносить изменения. И, скорее всего, нужно так, чтобы база данных не блокировалась каждым пользователем на любой запрос. Вот здесь возникает развилка. Потому что, скорее всего, я говорю, это зависит от того, какова задача. Возможно, вас устроит, чтобы базой данных пользовался только один пользователь. Берем SQLite и получаем оптимизированную базу данных для этого случая. Возможно, вам нужна многопользовательская работа. И получаем базу данных для другого случая. Но что объединяет вот это все? Индекс может не поместиться в память. Сюрприз-сюрприз. Терабайт памяти может хватить не всем. И поэтому изобрели B3 индекс. Именно потому что индекс может не поместиться в память. Это было самое важное. Значит, как его изобретали? Ну, взяли и сказали, у нас будет страница данных. Страница данных вот так вот выглядит, и она будет храниться на диске. И размер у нее будет 8 килобайт. Почему 8 килобайт попозже обсудим? Но данные там тоже мы ее нарежем и будем хранить внутри этих 8 килобайт. Давайте немножко данных туда добавим. Возьмем числа, будем записывать в наш индекс. Добавим пятерочку, добавим четверочку потом. Причем мы сразу добавим ее в сортированном виде, потому что почему нет? Когда у нас не очень много значений рядом, мы их всегда можем быстро найти. Бинарным поиском, полным перебором, симдом, чем угодно. Вот здесь начинается вся магия. И говорить о том, что B3 индекс – это какой-то тип индекса – неправильно. Вот меня пытайтесь на этом поймать, потому что каждый гордится своей реализацией, своим набором оптимизации этих индексов. Можно вот как раз про это обсудить и поделиться, кто какие оптимизации у себя сделал и какие нравятся. Но мы храним данные в сортированном виде, по крайней мере, в одной странице. И давайте девяточку тоже добавим. Вот мы и добавили. Классно. А теперь пытаемся добавить единичку, она не лезет. И это самый интересный момент. Что значит, она не лезет? Нам добавлять надо, она не хочет. Мы в этом случае что делаем? Мы говорим, ну давайте новую страницу создадим и как-нибудь распределим данные между ними. Операция расщепления страницы. PageSplit. Она как происходит? Мы берем страницу, щипим немножко данных направо, немножко налево, и у нас осталось место для единички. Мы их между собой связали, и у нас оказался связанный список. Искать в таком связанном списке уже плохо, потому что нам придется слева направо и последовательно. То есть они хоть в каждой странице отсортированы, но последнюю запись слева направо придется искать. Это неудобно. Поэтому у нас создается корневой, в данном случае, элемент, корневая страница, которая указывает направо-налево, и мы по ней сможем дальше ходить и искать. Вуаля, мы получили простейший B3 индекс. Вот здесь начинаются вариации. Они немножко не здесь возникают, но там, если вы откройте и начнете читать. B+, B-, B-, B-звездочка, плюс звездочка и так далее. Отличаются, наверное, не так важно, чем на текущий момент. Но они отличаются. И чуть попозже поговорим. Давайте поищем в этой структуре. Здесь сразу видно, что это не классическая B3. Почему? Потому что пятерка два раза фигурирует. В обычном, вот самая-самая простая B3, вот если вы будете искать, то значения будут храниться и в ключах, и в листах, и в корнях. Ну, везде просто, во всех страницах значения могут храниться. Но это не работает для баз данных, поэтому народ быстро смекнул. И за два года, 70-й-73-й год, много компаний одновременно сразу сказали, давайте делать B-звездочку, B+, и так далее, и хранить значения только в листах, только в самых нижних. Так, давайте искать. Значит, как искать? У нас в каждой странице есть элементы. Там есть ссылка направо-налево. И ссылки ведут по принципу искомое больше либо равно значению. Ну, то есть на самом влево написано минус бесконечность, и у нас налево ссылка то, что больше минус бесконечности, вторая ссылка, да, та, что минус бесконечности, вторая ссылка та, где искомое значение больше или равно пяти. Например, если мы ищем пятерочку, мы идем по правой ссылке. Ищем что-нибудь меньше пятерочка, идем по левой ссылке. Давайте создадим таблицу и посмотрим, как это выглядит. Вот мы взяли таблицу, две колонки, первичный ключ, текстовое название, заполнили данными, не суть важный, миллион строк добавили, проанализировали и написали запрос. Вот такой нехитрый, выбрали из таблицы, получили результат. Как понять, что база данных при этом делает? Потому что запрос-то вернулся, но быстро нет, всегда ли быстро? И вот в этом вопрос, можно ли такие запросы писать? Чтобы понять, нужно написать explain-analyze в разных базах. Ну, иногда и в analyze не надо писать, ну, если у вас SQLite, то не надо писать analyze, потому что не поддерживается. А вот в explain, в Postgres'е с анализом берем, пишем, и база нам выдает. У нас будет индекс. Ну, как бы, а что еще на первичный ключ? Не полностью таблицу же перебирать. Но самое главное — это то, что база показывает, сколько по факту времени требуется для выполнения такого запроса. То есть этот запрос потребовал 0 миллисекунд времени с копейками, одну строку вернул. Он занимал сколько-то времени на построение плана. Вот эта ветка, наверное, сейчас не очень нужна, потому что запросы на много страниц мы в этом случае, в этом докладе не будем рассматривать. Поэтому игнорируем, смотрим по факту на время. Но, глядя на такой запрос и глядя на такой план, может возникнуть вопрос. А откуда вообще взялось имя в результатах? Потому что в индексе у нас хранились только первичные ключи. В индексе мы хранили идентификаторы. Никто имя туда не записывал. Оно вернулось. А база сказала, что у нас только индекс. Конечно, данные хранятся в разных местах. В индексе мы храним значение первичного ключа. Таблица хранит все колонки. Здесь в разных базах по-разному. В любом случае индекс отсортирован по своему значению. И на каждом уровне они, вот эти вот самые страницы, связаны. То есть мы можем всегда идти слева направо. Самые нижние уровни ссылаются на таблицу. И таблицы как раз хранятся немножко по-разному. Потому что в Postgres таблицы не сортированы. Там данные хранятся как попало, как пришли, так и хранятся. В SQLite таблица — это тоже такой же B3 индекс. В котором данные точно так же застортированы по их какому-то виртуальному идентификатору. Отсюда какой мы вывод делаем? Ну, B3 индексы невозможно никуда деть, от них невозможно избавиться. И давайте вопрос. Вот мы исходно говорили, что индекс может не поместиться в память. А сколько вообще занимает обращение к памяти? Вот задумайтесь, задумайтесь. Сколько занимает обращение? Кто может сказать, сколько занимает обращение в памяти? Ну, просто руку поднимите. Что-то мне не видно. Я очки забыл дома, да? Значит, зачем он спрашивает? А зачем я ответил? А на какой архитектуре? Но вот эти цифры, конечно, каждый должен знать, сколько там памяти у нас занимает. И можно в разных вариациях посмотреть, с разными картинками, с разными архитектурами, с разными значениями. Числа того, вот фактические времена работы нашего железа. И что же там важно? Память работает за сотни наносекунд. Диск крутящийся работает за миллисекунды. Десятки. Ну, в зависимости, повезет, не повезет, какой скорость вращения диска и так далее. Но суммарно мы говорим про то, что диск работает прям, ну, намного ноликов медленнее. Это значит, что любое обращение к диску, и мы проиграли. А если индекс не полностью поместился в память, то у нас будут обращения к диску. И алгоритм нужен для того, чтобы минимизировать эти самые медленные обращения к диску. Поэтому держим в голове то, что мы пытаемся минимизировать количество случайных обращений к диску. То есть это значит, что нужно обращаться к индексу не случайно. Ну, давайте посмотрим на еще один пример. Возьмем и поищем по имени. Мы взяли, создали таблицу, ищем по имени, по которой никакого индекса нет. И в плане выполнения мы видим, что таблица идет целиком, просматривается. Что тут хорошо и чем нужно пользоваться? То, что показывают про... Ну, во-первых, я бы рекомендовал отключать касты, то есть отключать предсказания базы про то, что она думает, вот насколько сложно запросы будет выполнять. И включать отображение того, сколько дисковых операций, ну или хотя бы сколько логических чтений из кэша этой базе понадобится для того, чтобы запрос выбрать. Потому что аналайз по умолчанию опцию не включает, а buffers — это как раз та самая опция, которая покажет, сколько обращений к диску или к страницам запрос выполнил, пока работал. И это значит, что здесь написано 6 тысяч с копейками. Это последовательное чтение, поэтому можно вернуться к той табличке, посмотреть, сколько диск может читать последовательно, поделить на мегабайт и гигабайт или страницы, кому как проще, и понять, что оно сколько-то времени занимает. Если мы добавим индекс, то внезапно запрос ускоряется. Но ускоряется — это не суть важно, потому что он может только первый раз быстро работал, потому что закэшировалось, потому что в кэши процессора легло. Если таблица не очень большая, да, тут всего пара строк или сколько-то могла поместиться. Важно, что buffers — вот сколько дисковых операций запрос выполняет. Можно пытаться сбрасывать кэши, можно пытаться перегружать базу, можно пытаться перегружать сетевой storage для того, чтобы он свои кэши тоже почистил, и вы померили честное время первого выполнения нашего запроса. Ну, довольно тяжело. А вот здесь на цифру посмотрели и поняли. Ага, 1 плюс 3 — примерно 4 операции мы делаем. А у нас 100 операций в секунду в худшем случае. Итак, еще раз. Обычный размер страницы, которыми работают индексы, 8 килобайт. Можно менять. Зависит от баз данных. Например, в Postgres для того, чтобы поменять, нужно перекомпилировать базу данных. Если вы любите тестировать на продакшене вместо других, то смело меняйте. Если не любите тестировать за других, то не меняйте. Потому что очевидно, что все тесты гоняются на поведение по умолчанию. Это значит, что 8 килобайт лучше протестировано. В этом случае в 8 килобайтах на страницу в среднем помещается 100 записей. Ну, зависит от записей. То есть если у вас имя какое-то, то, наверное, оно одно и поместится. Кстати, вопрос со звездочкой, что делать, если не поместится. Но если считать, что у нас по 100 записей на страницу, то из каждого уровня торчит примерно 100 ссылок. Не 2-3, как у меня было, а сотня их там торчит. И это значит, что для миллиона записей... Да, я правильно сказал? Нет, миллиард. Миллиард с девятью нулями. Нужно примерно 4,5 уровня. Ну, как уровни счета, считать ли там самый верхний за уровнем и так далее. То есть их на самом деле мало. Если у нас записей много, то потребуется всего немного обращений к диску, в худшем случае, для того, чтобы найти нужную нам запись. Но это не только ценный мех, потому что если записи очень большие, то, конечно, там будет логарифм не по сравнению 100, а чуть-чуть меньше, и, соответственно, будет все хуже. Что нас спасет? Нас спасет база данных в этом случае. Она просто откажется работать со значениями, которые не лезут в страницу. То есть если в страницу индекса значения не лезет, то база данных говорит, вам нельзя такое индексировать. и рухнет с ошибкой. На самом деле рухнет она тогда, когда у вас превышает, когда вы привезете одну треть, потому что нужно, чтобы не связанный список получился. Итак, давайте посмотрим, что же еще мы можем делать с нашим индексом. В нашем индексе мы можем искать по диапазону, как это делается. Давайте напишем запрос. Вот мы взяли и написали. ID от 5 до 8 включительно. И посмотрим, что у нас в плане. А в плане то же самое, все хорошо. Вот этот предикат целиком и полностью попал в наш план выполнения. Что у нас получается с точки зрения индекса? Есть какой-то такой индекс. Мы в нем каким-то образом нашли пятерку. Ну каким? Пошли по левой ветке, потом пошли по правой ветке, нашли пятерку. И что мы делаем дальше? Дальше мы не пытаемся заново проходиться. Дальше мы выбираем сначала все данные, которые попали на этой странице. Шестерка тоже подходит. Мы уткнулись. На границу больше нет. Но дальше мы как раз пользуемся теми самыми ссылочками, которые связывают страницы направо и налево. То есть мы не заходим в индекс еще раз. Мы идем вдоль, слева направо. Ну в целом можно ходить и справа налево. Но слева направо ходить проще. Если кто знает, почему слева направо проще, то молодец. Значит, если кто не знает, то можно обсудить подробнее в дикционной зоне. Но это связано с многопоточностью и расщеплением страниц в то время, когда мы ходим. Итак, давайте посмотрим, что мы в итоге получили. Во-первых, база данных может выбирать по диапазонам. И это относительно эффективно. Страницы нам позволяют выбирать частички из индекса и не прогружать его весь в память. Во-вторых, при таком сканировании мы один раз находим стартовую точку и потом идем до тех пор, пока нам нравится. Не обязательно правая точка должна быть ограничена числом. Это может быть ограничение по количеству записей. То есть мы можем сказать, дай мне 5 записей больше десятки. И мы один раз зашли в индекс и выбираем, выбираем, потом останавливаемся. Но сами данные при этом по-прежнему нужно выбирать из таблицы, если их нет в индексе. И вот здесь как раз вопрос, а какие данные есть в индексе? На самом деле не очень понятно, какие данные есть в индексе. Если мы добавили колонку, она там есть. Если мы добавили вторую колонку, она там тоже есть. Если мы колонку не добавили, придется ходить. Но есть еще какой нюанс. Отдельно можно смотреть на что. Вот иногда мы взяли план, выбрали. У нас должна быть, наверное, одна страница, ну две максимум. А тут оказалось четыре. Почему там четыре страницы? Мы три значения выбираем, четыре страницы у нас оказалось. И тут написано хип. А хип – это, как очевидно сказать, таблица. Почему таблицу в Postgres называют хипом? Вопрос отдельный, но так принято. И значит хип – это таблица. А мы вроде бы выбирали из индекса. И вроде бы выбирали только ID. Вот имя я в этот раз не выбираю. И все равно мы обращаемся к таблице. И здесь нас, с одной стороны, радуют счетчики, что они есть. Ну, то есть, как бы, вот мы видим и говорим, ай-яй-яй, что-то не так. Ну, четыре немного, конечно. Но это нам подсказывает, что индекс не хранит видимость данных. Иными словами, мы из индекса нашли кандидата, который потенциально нам находит строки, которые подходят. Но при многопоточной работе индекс не фиксирует информацию, а действительно ли сейчас строка всем видна. Действительно ли она хоть кому-нибудь видна или нет. То есть в индексе в Postgres хранится приближенная информация о потенциальных кандидатах. Поэтому, если у вас есть кто-то, кто в параллель удаляет, добавляет строки, то, возможно, вам придется ходить и перепроверять, а верно ли, что мне эта транзакция позволяет видеть те строки, которые я только что нашел. Так, я много раз сказал дерево. И знаете что? На собеседованиях очень часто любят задавать вопрос. Я не буду спрашивать, кто задает такой вопрос, а скажите, кому задавали вопрос, поворащай, пожалуйста, дерево. Нет? Нет? Никому? Я никому не вижу. Ура, товарищи! Ура! Ура! Наконец, мы победили! То есть никого не просят вращать деревья. И знаете что? В B3 это абсолютно не нужно. Это очень хорошая вещь, потому что в B3 дерево получается само собой сбалансированное. Давайте посмотрим, как это получается. Значит, в каком смысле сбалансировано? Сбалансированное в смысле глубины. То есть у нас патологическая ситуация, если будет такое дерево, которое идет в одну, в одну, в одну сторону идет, и там по одной ветке миллион страниц друг на друга указывают. Это будет плохо. Значит, в B3 индексы все такие, что все значения находятся на абсолютно одной глубине. Давайте добавим семерочку в наш индекс. Как добавлять семерку? Ну, понятно, мы берем корень туда, раз, семерку, и добавили. Но нет, так не делают. Вот это первое, что лично у меня, я вот очень долго так думал, возникало, это не работает. Надо по-другому. Значит, как надо? Надо сначала найти, а куда бы эта самая семерка должна была попасть. Вот это ключевой момент. Перед вставкой мы сначала должны понять, а куда она реально должна попасть. Потому что она должна попасть в какую-то конкретную страницу нашего индекса. Итак, мы нашли, что она должна попасть вот туда, где пятерка, девятка и десятка. Ну, очевидно, что не лезет, поэтому мы берем и создаем еще одну страницу, и теперь это уж точно поместится. Переносим данные в нашу новосозданную страницу. Почему мы переносим, например, только девятку и десятку? Можно было бы перенести что-то одно, можно было бы только десятку, например, перенести. Это еще один вопрос в оптимизации баз данных. На самом деле у меня здесь не видно, сколько занимает каждая запись. То есть десятка – это два байта, или это один байт, это int, или это как строка хранится. Зависит от. Если строка длинная, они еще и разного размера могут быть. Поэтому на самом деле мы переносим не по количеству записей, а по объему занимаемого места. И, как правило, типичный подход такой, чтобы после всех манипуляций обе страницы оказались примерно поровну заняты. То есть чтобы слева-справа оказалось по половине свободного места, ну или поскольку получится. И мы перенесли наше значение в новую страницу, мы провязали страницы между собой, и для того, чтобы найти нашу страницу, мы провязываем ее наверх. Вуаля, у нас получился новый индекс. Смотрите, мы взяли и вот эту девяточку тоже добавили наверх. Значит, она сейчас поместилась. Если бы она не поместилась, нам бы пришлось сделать ровно то же самое. То есть если бы у нас эта девяточка наверх не поместилась, мы бы ее брали и точно так же щепили. Ну куда дальше щепить? Ну у нас бы новый корень был. Вот как с самого начала мы доклад начинали, мы щепили одну страницу, делали корень. Вот, все ровно то же самое. И расщепляем страницу мы только тогда, когда в нее не помещаются записи. То есть вот эта цифра 100. Это не про то, что мы начинаем делить, когда мы превысили какой-то порог. Мы это не конфигурируем. Если не помещается, то база делит. В Postgres есть очень много ухищрений, и основная цель — это делать все, кроме того, чтобы щепить страницу. Почему? Потому что когда мы щепим страницу, то нам нужно заботиться о блокировках. Иными словами, мы же не хотим все дерево блокировать, правильно? Мы хотим, чтобы у нас много одновременных пейдж-сплитов было. И как это делать? Блокируется только та страница, над которой мы сейчас работаем, и, возможно, соседняя с ней. Я предлагаю сейчас не углубляться в детали конкретного алгоритма, потому что там возникает много комментариев. Можно открыть, почитать. Можно почитать страницу, потому что в исходной статье, когда товарищ изобретал, он не учел случай поиска справа налево, например. То есть там был только поиск слева направо, а справа налево — нет. В современных базах практически во всех это есть, и они поэтому алгоритмы модифицируют. И поэтому, когда мы щепим страницу, добавляем справа, может оказаться, что мы идем налево, она тоже расщепилась. И ладно, давайте не будем. Значит, обычно на страницу помещается по 100 элементов. Ну, сколько попало. И обычно уровней не очень много. И вообще говоря, зависит от того, какие данные мы храним. Давайте попробуем хранить, например, UUID вместо чисел. Возьмем две таблицы и сравним, как это вообще повлияет или не повлияет. Первое приближение очень простое. Мы видим, что UUID, вернее, bigint — это 8 байт. UUID — это 16 байт. Это значит, что индекс будет в два раза хуже. Ну, прям в два. Вопрос. Может ли быть больше, чем в два раза хуже? Давайте. Кто? Намного, вот прям намного-намного хуже. Так, есть, есть лицы. Да, вот, значит, а теперь надо было так. Оставьте руки, кто на это экспериментальным путем натолкнулся, да? Кто это встретил у себя в продакшене. И давайте посмотрим, как это обычно встречают. Обычно создают такую таблицу, в нее льют много данных, ну, потому что мы из разных источников льем данные. В одном случае, каким, ну, откуда брать целые числа, как не с последовательности, а в другом случае, откуда брать UID. Вот, кстати, интересный вопрос, откуда брать UID. Но что у нас получится в итоге? Целые числа, упорядоченные из секвенса, они лягут в индекс в отсортированном виде, потому что индекс всегда отсортирован. Но это не главное. Главное то, что целые числа всегда будут увеличиваться. Они будут попадать в самую правую страницу нашего индекса. И мы, по сути, будем работать с хвостом, который у нас справа. Даже если они приходят немножко не в порядке. Даже если у нас кто-то запаздывает и фиксирует свои транзакции, ну, чуть-чуть позже. Все равно мы работаем с правым хвостом, а влево мы уже никогда не возвращаемся. И в случае UID это не всегда так. Потому что, когда говорят UID, обычно используют, ну, как обычно, обычный генератор. Я скажу так, я не говорю плохой, обычный генератор. Это, оказывается, UID четвертой версии, который рандомизированный. Это значит, что он будет генерировать UID, который, ну, просто случайный E. Это значит, что они будут попадать, смотрите, в случайной ветке. Сложно произнести UID словами, поэтому давайте представим, что это UID. Я буду говорить, что мы вставляем четверочку, 4,5, 7,5, 1,5. То есть мы будем попадать в самые разные участки нашего индекса. Это значит, что рано или поздно мы найдем те, которые не прокэшированы. И мы будем очень сильно тормозить. Я вам только что продал, что не надо использовать UID. Это хорошо. Но на самом деле я надеюсь, что нет. Почему? Потому что, во-первых, нужно знать не просто UID или int. На int можно сделать точно такую же проблему, если генератор сделать рандомизированным. Не так часто делают рандомизированные генераторы на int, но тем не менее. Если мы рандомизируем, то мы вызываем очень много случайных чтений из индекса, а потом и случайных модификаций, потому что мы же эти данные вставляем, мы модифицируем индекс. И это значит, что мы еще эти данные должны будем записать на диск. Опять же, отдельный вопрос в Postgres. В Postgres первое изменение страницы с последнего чекпоинта вызывает полную записи этой страницы на диск. И это о чем говорит? Ну, вы базу хотите надежную. И есть такая опция Full Page Rights. Она равна true. И там очень злобный комментарий, что если вы вообще не заботитесь о надежности, можете попробовать отключить. Но, разумеется, никто не отключает, потому что всем надежность нужна. И на практике это оборачивается тем, что случайные изменения индекса приводят к большому потоку write-ahead-log. Но, тем не менее, что делать с UID? Есть ответ. Называется UID седьмой версии. Вот эти все версии, они нужны исключительно для соглашения. То есть это не значит, что какой-то неправильный UID. Любая последовательность из 16 байт — это валидный UID. Но это подход к генерации, когда мы начинаем UID с таймстэмпа, и тогда они при генерации упорядочиваются, и получается плюс-минус та же самая картина, что мы видели с последовательной вставкой последовательно возрастающих интов. И есть еще второй вариант. Можно взять, запастись SSD. У нас будут чуть-чуть побыстрее дисковые операции. И, возможно, нам это будет достаточно производительно. Давайте посмотрим, как данные у нас удаляются, или что происходит, когда мы данные все-таки меняем. Мы до этого выбирали. Давайте немножко изменим что-нибудь. И по факту индекс не хранит ту информацию, которая говорит о том, что видимо строка или нет. Это очень большой плюс, очень удобно. Удаляем, и в индексе делать ничего не надо. Это один сплошной плюс. Ничего удалять не надо. Я что-то на Джованском сказал. Гарбач-коллектор придет и соберет. Вот так и есть. То есть Postgres действительно мусорит. Мусор остается. И есть отдельные процессы, которые пытаются всячески его собрать. пытаются удалить мертвые строки. Но есть один большой плюс. В 14+, если у вас Postgres 14+, то есть оптимизация, которая удаляет удаленные строки в момент расщепления блока. Я упоминал, что когда мы щипим блок, мы пытаемся сначала что-то сделать. Вот одна из операций, не всегда мы это делаем, но одна из операций — это удаление мусора. Очень хорошо работает. Для большинства случаев, возможно, у вас тоже хорошо работает, а возможно, нет. Но, тем не менее, если вот такое удаление не помогло, то в таблице может все равно накопиться мусор. И, к сожалению, те записи, которые присутствуют в индексе и указывают в никуда, найти невозможно никак, кроме как полным перебором индекса. То есть для того, чтобы понять, а что в индексе лишнего, нужно взять весь индекс и прочитать от первой страницы до последней и понять, где там мусор, есть ли указатель на реально существующую страницу или нет. И эта операция действительно полный перебор всего индекса может занимать довольно немало времени на системе, в которой индекс большой. Поэтому, если мы удаляем, то хорошо бы проверить, удаляются эти записи у нас из индекса или нет в реальности. Если мы создаем внешние ключи, то точно так же может потребоваться индекс. Почему? Ну вот мы взяли, создали внешний ключ. Это значит, что таблица ссылается на другую. Ну или, иначе говоря, записи будут ссылаться на другую. Иначе говоря, у пользователя может быть проект. Пользователь своей колонкой Project ID ссылается на Project ID. И при удалении проекта мы тоже хотим удалить запись из пользователей. Вот чтобы удалить запись из пользователей, или чтобы проверить, а есть ли такие пользователи, у которых этот проект. Может удалять не надо, мы удаляем какой-то временный, вспомогательный. Нужно иметь возможность быстро проверить, есть запись или нет. Если мы удаляем, но еще не зафиксировали, то нужно проверить, чтобы никто не вставил запись, пока мы ее удаляем. Ну, то есть, условно говоря, создаем проект с ID 42, и пользователь пытается вставить такой же проект, нам нужно заблокироваться. Это все помогает решить индекс. Поэтому, если вдруг есть связи между таблицами, есть связи между записями, индексы нам там тоже помогут. Давайте пообновляем строки. Значит, что мы говорим? Ну, обновление строки в некоторых базах, например, в Postgres, это удаление и вставка. Мы удаляем старую запись, добавляем новую, записываем ее во все индексы по второму разу. Старая остается мертвым грузом, рано или поздно она соберется вакуумом. И вот это добавление записи во все индексы, оно действительно может занимать много времени, много ресурсов, если у нас много-много индексов. Поэтому по всем полям индексы создавать, наверно, не очень нужно. Но, если мы обновляем именно индексированную колонку, вот это очень важно, индексированную колонку обновляем, то записи и новые версии создаются в абсолютно всех индексах. Иначе говоря, у вас 10 индексов, вы колонку обновили, там плюс 10 записей, отсортированных, и там как бы тушите свет гарантированной рандом риды. Если мы обновляем неиндексированную колонку, то с этим чуть попроще, потому что Postgres может это соптимизировать и сказать, ну давайте мы создадим рядом строку, которая будет почти такая же, а старую немножко пометим как не очень нужную и не очень рабочую. И по факту, если строка остается на месте, то есть она поместилась в своей странице на диске в то же самое место, то индексы не трогаем. Если запись приходится перемещать, например, мы сильно удлинили колонку, то есть мы обновили ее так, что новое значение оказалось больше, его надо перемещать, то индексы все придется обновлять, ну в смысле добавлять новые записи. Разумеется, старая строка при этом остается мертвым грузом и ждет своей участи, пока мы ее найдем, удалим и так далее. Ну удалим уже окончательно из базы. Итак, мы поговорили про одноколоночный индекс. Ну а с годами, когда у вас база подрастет, а возможно и сразу, вы поймете, что возможно вам нужны многоколоночные индексы. И что же с ними можно делать? И зачем они вообще нужны? Если в таблице есть больше одной колонки, то поздравляю, можно создать многоколоночный индекс. Можно создать его даже на одной колонке, но тем не менее. Допустим, есть статус, у которого распределение. И мы хотим искать те, которые в процессе. Нам нужны пользователи, которые еще не активировались. Мы ищем по статусу и имени. В базовом приближении можно попробовать создать такой индекс. Ну взять и сказать, что индекс по статусу и имени. Или индекс по имени и статусу. И это вопрос еще на час. Ну в смысле на обсуждение. Если вот пообсуждать, а в каком порядке лучше, а когда лучше. Но прежде чем такое создавать, я буду очень рад, если сейчас кто-то сидит и говорит, да что же ты делаешь, у тебя 91% записей активных, выкинь их из индекса, пожалуйста. И возможно это будет хороший трюк. Потому что нужны они вам или не нужны, зависит от. Если задача искать исключительно те, которые пендинг, то возможно лишнее нужно выкидывать. Тогда и вставка будет быстрее, и обновление будет быстрее. Но опять же, вот эти возможности по созданию частичного индекса, то есть индексирование только частички нашей таблицы, они в принципе есть довольно во многих базах. Смотрите, какие данные вам реально нужно искать после этого. Потому что определяется не только количеством. Возможно, вы статус хотите хранить только как дополнительную информацию, чтобы можно было получать статус из индекса, но не сортировать по нему и не искать по нему. Потому что по факту, когда мы создали индекс, он всегда сортирован. И на вот эту сортировку есть расходы. Расходы, потому что запись попадает исключительно в нужную часть индекса, а не в какую-то совершенно случайную. Итак, можно создавать частичные индексы аккуратнее с базами данных, потому что в Postgres null, я говорю аккуратнее, там зависит от. Если у вас Postgres, то null по умолчанию попадают в индекс. Null. То есть вы ищете по условию что-то там из null или нет. Вот вы подумаете, надо или нет. В большинстве случаев, возможно, вам это не нужно. И можно тоже из индекса исключать. Но давайте рассмотрим простой пример. А что же значит индекс по двум полям? По двум полям. То есть это два дерева или одно дерево. Лично мне помогает такая картина. Индекс по двум полям – это результат запроса order by, вот все, что вы написали в createIndex. То есть это не вложенное дерево. Это не еще что-то. В индексе всегда хранятся записи. Записи могут быть сложные. Там может быть несколько колонок. Но если мы говорим status name, то это значит, что мы, по сути, отсортировали наши данные по статусу и name, ну, имени. Возьмем два варианта. Слева мы посортировали сначала по статусу, потом уже найденное по имени. Справа сначала по имени и потом уже по статусу. Это что говорит? Это говорит, что если мы вдруг ищем только дизаписи, которые pending, то в левом случае они у нас все очень аккуратно сгруппировались в одну страницу. Мы загрузим одну, и автоматически остальные прокашируются. А во втором случае, если мы каким-то образом найдем эту запись, нужную нам, например, мы искали второго пользователя, мы загрузим первую страницу вот сверху справа, и половина записи будет не та. Половина записи будет активной. Возможно, запросы этому не нужны. И в других запросах тоже будут не нужны, но они все будут pending искать. Поэтому нужно смотреть, как записи сгруппированы. И смотрите, что важно не только то, в каком порядке мы индекс создали, а важно то, какие записи мы запрашиваем. То есть если мы запрашиваем записи одного типа, то надо, чтобы они отсортировались куда-то рядом. Но есть вот такой еще момент. Смотрите, если мы, допустим, создали индекс, думали-думали, или проект был до нас. Вот так оказалось. Проект был до нас. И там создали индекс status name. Вот как слева написано, status name создали. А мы пришли с запросом, у нас просто имя, мы статус не знаем. Что же нам делать? Ну, создавать индекс ради одного запроса, может быть, это как-то перебор, потому что и так таблица большая, и так модификаций много, а статус мы не знаем. А создали вот такой. А что нам делать? Есть базовый ход простой. Ну, мы же все значения так знаем. Вот возьмем и напишем. Статус вот такой. То есть мы все значения знаем, и мы задачу сверли к предыдущей. Если мы угадали, то мы молодцы. Если не угадали, то просто кого-то не найдет строку, и все, в саппорт обратится. Но похожая ситуация может быть, и есть простой способ. Можно взять, написать select, distinct, и узнать все значения, которые там есть, поджойнить, стролливали, и все выбрать. Но так не надо делать, потому что если вы так сделаете, то вы увидите полный просмотр таблицы для того, чтобы узнать все уникальные значения этого самого статуса. Поэтому мы же люди опытные. Мы смотрим, что база будет делать, смотрим explain-план, и видим, что там полный просмотр таблицы. Действительно, мы не пользуемся для таких задач, если это прямо оперативный код. Но мы видели, что в индексе данные отсортированы. Поэтому можем выбрать, допустим, минимальную запись в нашем индексе по статусу и имени. Взяли, по самой левой ветке прошли, выбрали минимальную запись очень легко. А потом мы можем сделать еще один запрос, который найдет следующую. Между первой и второй перерывчик небольшой мы взяли и выбрали. Мы таким образом нашли две записи разного статуса. То есть они как бы обе минимальные, но они разные. Потом третью так найдем, четвертую. Насколько вас хватит? Если вас хватит на пять статусов, то тоже, в принципе, рабочий вариант. Можно это автоматизировать, написать одним запросом. Но здесь уже зависит от. Здесь вопрос того, что на самом-то деле, если мы понимаем, что данные внутри отсортированы, то мы можем какие-то более хитрые алгоритмы применять. То есть находить уникальные значения. Мы можем находить ближайшие значения. Мы можем находить n ближайших значений справа-слева, немножко ходя по нашему индексу вправо-влево. И подобные трюки в целом документированы, они есть. И ими всячески нужно пользоваться. Итак, я предлагаю переходить к выводам. И первое. Дружите с вашими индексами. То есть вы посмотрите, какие они есть. Может быть, что-то свое создаваете. Но когда вы создаете свое, то учитывайте цель оптимизации. Потому что редко когда мы оптимизируем один запрос. Как правило, мы оптимизируем систему в целом. И создание индекса в одном месте замедляет какую-то операцию в другом. Если индексов достаточно, то это здорово. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир. Очень конструктивно. Ребята, вам понравилось? Спасибо. Прекрасно. У нас есть парочка вопросиков из чата. От Владимира Невзорова. Давайте с одного начнем. С первого. Он спрашивает в контексте, когда ты говорил про размер страницы, когда база данных рушится. Спрашивает про момент, когда же база данных рухнет. В рантайме? В момент вставки записей? Или, полагаю, в момент создания индекса? Значит, когда рухнет база данных, если мы поменяем размер страницы? Это вопрос, может быть, не очень корректный к разработчикам базы данных. Потому что баги у всех бывают. Вот смотрите, баги, ошибки бывают у всех. И ключевой момент, каких тестов у вас много. Если вы тестируете все, то это невозможно, потому что невозможно протестировать 100% случаев. И, разумеется, где-то тестов меньше. Если у вас есть поведение по умолчанию, если у вас есть какие-то настройки по умолчанию, то практически наверняка большинство тестов идут именно с этими настройками. И 8 килобайт – это значение по умолчанию просто. Это значит, что все тесты Postgres, это значит, все тесты всех приложений, все дефолтные приложения, они работают на 8 килобайтах. Дальше можно пытаться это менять. Но вы поменяете одну настройку, поменяете вторую и третью, и вуаля, у вас уникальная конфигурация. Гео-индекса, 32 килобайта на страницу. Ну, поздравляю, поддерживайте в продакшне. Но есть случаи, на самом деле, есть случаи, когда страницу нужно менять. Вот там есть такой вопрос, нет? Такого вопроса нет. Давай, да. Наверное, пора остановиться. Если не ответили на ваш вопрос, Владимир, то сформулируйте заново. Есть вопросики в зале? Очень плохо вижу. Вижу руку, вижу две руки. Слышно меня? Да. Такой вопрос. Спасибо за доклад. Вкратце упомянули, что страницы по 8 килобайт, они хранятся на диске. Соответственно, мы делаем какой-то запрос, через индекс ссылаемся на эту страницу, и эти 8 килобайт подтягиваются в оперативку, потом что-то там до кэшей, и поэтому теперь мы быстрее можем получать данные. Да. Вопрос такой про хранение самих индексов. Вот я как-то читал книгу Петрова, у него там много, и академические, вот у вас все понятнее, и вот могли бы тоже таким понятным языком рассказать, вот где хранятся индексы, то есть рядышком с этими 8 килобайтами, на которых они ссылаются, или где-то там подальше, вот как там оптимизация хранения самих индексов идет? Я, к сожалению, не очень понял вопрос, я предлагаю два момента. Во-первых, давайте в дискуссионной зоне обсудим, потому что я думаю, можно вопрос обсудить точно. Но вот я действительно здесь не очень прорисовал, как это хранится в файлах, вот в гигабайтах файлах. Смотрите, у меня здесь пунктиром объединены страницы, 8 килобайт, ну, там 5-9 наверху, 1-4, 5-7 и так далее. Вот эти пунктирные линии, по факту, они хранятся в одном файле, ну, или там в несколько, ну, грубо в одном, вот просто один файл такой, обычный файл в системе. И в этом файле нарезано, вот каждые 8 килобайт, это называется страницей. Страница номер 1 или номер 0, да, это вот самая первая, номер 1, 2, 3, 4, 5, они виртуальные, то есть вот как бы каждые 8 килобайт называются новой страницей. И там хранятся как-то данные. Ссылки — это номера страниц. То есть условно то, что от пятерки слева идет стрелочка влево-вниз, это значит, что там написан int, который говорит, номер страницы вот такой, не знаю, 42-47, то есть они перемешаны как-то, они на диске не сортированы, они не тасуются никогда. Как повезло, а вот какой номер выдали, такой и будет. То есть где она на диске легла, где там свободное место нашлось. Но логически они выстроены вот в такую картину. Да, возможно, в дискуссионной зоне можно точнее обсудить. Там еще были вопросы? Да, были вопросики. Еще два молодых человека, вот один вот, и там где-то второй был. Продолжение вопрос тоже про страницы. Есть ли разница, допустим, если SSD диск или обычный жесткий диск, размер страницы, он как-то… Имеет значение, я бы так же сказал. Имеет ли значение? Да, смотрите, вот это как раз было то предложение. Спасибо за вопрос. Значит, в чем разница? Вот у диска, крутящегося, у него есть механика. Ему нужно, во-первых, перепозиционировать головку, во-вторых, дождаться, пока он докрутится до нужного места. И вот там есть лимит, а дальше он читает довольно быстро, последовательно. У SSD механики нет, перепозиционировать не надо, поэтому мелкие чтения для SSD проще. И зависит от контроллера вашего SSD, зависит от типа флеш-памяти, которая у вас там. И внезапно оказывается, что если мерить количество обращений к диску в секунду, которые возможны, то при уменьшении размера страницы в SSD можно делать больше обращений. То есть в чем у нас фундаментальная история вот этого всего B3? В том, что мы хотим минимизировать обращение к диску. Почему? Потому что диск медленный. И в случае жесткого диска, крутящегося, 8 килобайт, это примерно оптимум, меньше которого уменьшать бесполезно. То есть мы ставим, допустим, 2 килобайта на страницу, мы по-прежнему получаем 100 операций в секунду. В SSD, если мы поставим 4 килобайта на страницу или 2 килобайта на страницу, то мы, возможно, получим прирост в количество операций в секунду, который SSD сможет обеспечить. То есть если вы уменьшите, то, возможно, вы получите больше IO в секунду на ваш SSD. Но здесь надо быть аккуратным, потому что длинные записи могут не поместиться на страницу. То есть на страницу помещается метаинформация, и вот отсосавшегося места одну треть можно занять на одну запись. 2 на 3, если смеете поделить, я вот не могу уже. Например, 600 байт на максимальную запись в 2 килобайтной странице. Это бывает довольно мало. То есть когда приложение разрабатывает, там тут текст, там текст, description, name. Ну какая длина description? Ну 4 килобайта запросто, да, потом в индекс не лезет. Ну по description странно искать, но тем не менее. А пакуются ли данные, записываемые на диск, вот конкретно в Postgres? Потому что вот доклад был в онлайновой секции, там рассказывалось про устройство Sphinx, и там вот индексы для полнотекстового поиска их пакуют. А используются ли подобные какие-то трюки, ухищрения вот в Postgres или в SQLite? И да, и нет. Значит, смотрите, Postgres, он действует очень консервативно и использует самые простые API операционных систем. То есть там делается ставка на переносимость, на все операционные системы, поэтому там просто файлы, там просто операция с файлой системы, никаких там Direct.io, я думаю, они пока говорят никогда, но не суть. Упаковка не на уровне файлов имелась, а на уровне записываемых данных. Можно? Да, да, да. Вот упаковка на уровне данных, она тоже там есть. Вот здесь глаз-алмаз мог заметить, что я очень хорошо выбрал все значения уникальные. Но не уникальные значения тоже можно проиндексировать, то есть если, допустим, были все пятерочки. Ну или статусы. Вот на статусах же можно было заметить, смотрите, мы когда говорили в нашей табличке со статусами, там есть вот много значений. Ну тут, допустим, страница индекса нарисована, да, вот они такие. И в Postgres есть случай, когда он видит, ага, значения одинаковые, я запишу Active один раз и потом буду его переиспользовать. Не совсем там есть куча ограничений, на самом деле переиспользуется только если значения полностью одинаковые, то есть если был бы индекс по статусу, то тогда вот Active записался бы один раз на страницу, и она переиспользовалась. Но там нет жесткой упаковки, потому что жесткая упаковка данных, она противоречит многопоточной работе. То есть жесткая упаковка данных – это либо сжатие с потерями, это не B3-индекс, там, Брины, например, берите, тоже хорошая штука, но там с потерями. А в случае, ну там, битмапы, например, они противоречат многопоточной работе. Ну, иначе говоря, вам придется пережимать, да, пережимать данные постоянно, это будут делать все хотеть. Все, ответили. Так, у нас есть еще коротенький вопросик из чата и две минутки времени. Ну, дайте вас. Да, тоже от Владимира Невзорова. Он про ЮИД спрашивает. Пример с демонстрацией массовой перестройки индекса и массовой ставки перестройки индекса. Так, вопрос. А можно я посмотрю? Да. Вероятно, вопрос про актуальность примера. То есть ЮИД – это вообще реальный пример или просто надуманный, ну, не надуманный, а как пример того, что можно делать с тяжелой операцией? Я не могу понять, к сожалению. Владимир, я прошу вас прийти в дискуссионную зону и там голосом задать вопрос. Так, ну, две минутки. Есть еще вопросики? Коротенький вопросик, вполне осилим. Да, конечно. Здравствуйте, Владимир. Была секция про ЮИД как раз и числа как индексы. Да. А есть какие-то бенчмарки, по которым можно посмотреть, насколько ЮИДы проигрывают? То есть на словах вы сказали, что примерно в два раза, но… Не, не в два раза. Не в два раза, получается. То есть есть какие-то бенчмарки, все это посчитано уже? Да, значит, есть бенчмарки, но, к сожалению, все зависит от вашей задачи и от того, как вы вставляете. Ну, опять же, вот можно в дискуссионной поговорить, у нас была интересная задача, я покажу. Но ссылка, смотрите, вот эта ссылка, она, в принципе, рабочая, там разница в шесть раз по объему записываемых данных. Дальше, как объем записываемых данных конвертируется в ваши времена или в что важно, потому что кому-то может быть важен объем генерируемой информации, которую нужно пересылать по disaster recovery каналу, чтобы слишком много данных не пересылать, то нужно оптимизировать то, а что мы вообще туда шлем. И вот как бы здесь шесть получилось раз. У нас тоже примерно шесть получалось, без юидов, правда, мы таймстэмп вставляли. И тоже потом чинили. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Спасибо, Владимир, за доклады.